И мы находимся в нашей недельной главе ЦАФ. Мы читаем о жертвах, которые приносят Господу, о деянии священника. И меня заинтересовала одна фраза, несмотря на то, что она попадается в Писание очень много раз, несколько десятков, в ней есть что-то необычное. Скажем, я никогда в себе почему-то не отдавал отчет, насколько ее много там. И когда я читался в последний раз, мне просто очень сильно произвело впечатление. Левит 6.21, фрагмент. В елее она должна быть приготовлена. Речь идет о муке. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламываются в куски, приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. Благоухание Господу. Благоухание Господу. Какое интересное слово – благоухание. Знаете, это что-то незаметное, не имеющее веса. Ну, как выясняется, очень важное для него. Это формула благоухания Господу, ну, в тех или иначе вариациях попадается в Писании 38 раз, в Танахе. Это есть что-то основополагающее, что-то незаметное, не имеющее веса, не имеющее цены, но очень многое решает. Приятное благоухание Господу. Господу нравятся приятные запахи. Это вообще удивительно. Он, оказывается, любит ароматы. Знаете, казалось бы, в принципе, это ерунда. Мы не всегда обращаем на это внимание. Ну, живем и живем, знаете. В нашей духовной войне даже глупо говорить об ароматах. Мы же превознемогаем, боремся, что там совершаем, какие-то агентские храмы строим для Бога, какие-то многотысячные миллионные церкви создаем и считаем, что это как бы смысл нашего существования. Знаете, там 40-дневные посты, там трехчасовые молитвы по утрам. А Господу нравятся запахи, ощущения. Женщины наверняка это понимают немножко лучше, чем мужчины, потому что они больше, тоньше устроенные, чем мужчины. Это что-то на уровне чувств, а не на уровне дел. Знаете, какие-то маленькие знаки внимания такие небольшие. СМС-ку прислал, я тебя люблю. Какие-то тихие такие радости незаметные. Какой-то запах такой вот, аромат отношений. Я очень по тебе соскучился, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Знаете, есть такое выражение «ми-ми-ми». Это вот что-то такое маленькое, которое создаёт нас... Это даже какое-то слово, дело, ну, что-то такое вот... Ну, оно создаёт такое вот ощущение на целый день, такое приятное. И мне кажется, что это «ми-ми-ми» очень важно в наших отношениях с любимыми, и с Господом в том числе. Знаете, вот этот аромат любви. Его почти что нет, легко не заметить. Знаете, тот, кто с ним не знаком, пропустит его. Это чувствующий взгляд, понимающие глаза. Я понимаю, как тебе плохо. И ответный взгляд, спасибо. У меня был случай на работе, знаете, я как-то поспорил со своим начальником. Он был, ну, не прав, он говорил явную глупость. А я знал, что я говорю. Я ему это доказывал, я ему объяснял, так и так. Нет, так не пойдёт, как ты предлагаешь, это не пойдёт, так невозможно. А он говорит, нет, я хочу, чтобы это было именно так. Я говорю, это не суразно, это не пойдёт, вот потому-то... В общем, я, честно, это было довольно давно, я не помню, о чём вы с ним договорились. Скорее всего, я его убедил, потому что у меня вообще такой характер. Ну, знаете, в общем, если я что-то, я знаю, что это я прав, то меня переубедить, в общем, меня невозможно сдвинуть. Я, как бы, вот я стою на своём. И он ушёл, как бы, и я вот что-то продолжил, что-то делать. И я, знаете, через какое-то время начал понимать, что какой-то вот запах пошёл нехороший. Вот это вот общение вспоминаю, понимаешь, что что-то здесь, что-то не то. И, знаете, я вам честно скажу, я там был просто один в помещении, я упал на колени, я говорю, Господи, помоги мне покаяться. Я не понимаю, что я сделал. Вот, скажи мне. И мне прошло, надо перед ним извиниться. Надо перед ним извиниться. Причём не по телефону, его нужно найти. Я говорю, Господи, если это тебя, помоги мне его найти. Я, в общем, убегаю на улицу и смотрю, Игорь идёт. Я говорю, вот чудо. Я говорю, Игорь, я к нему подхожу, такой, Игорь, прости, я был неправ, ты мой начальник, я твой подчинённый. Я не должен с тобой так уж сильно спорить, тем более при клиентах, при жильцах. А он такой опешил, говорит, ну, Миша, да ничего, типа, ну, ты, конечно, прав, тебе не надо было так уж сильно совсем спорить со мной. При жильцах это как бы некрасиво, как бы некорректно, потому что как бы я, как бы, ну, я, как бы, мой авторитет, потому что я, как бы, решаю вопросы, а ты, как бы, ну, ты начинаешь подрывать мой авторитет, это как бы не очень прилично. Ну, не переживай, всё нормально, говорит, всё хорошо, говорит, всё отлично. И мы, знаете, мы с ним такими друзьями стали после этого. Мы прямо, вот он меня увидел, там, Мишка, Мишка, и что-то, когда Мишка говорит, а что тебе в Валате не было? А я, знаете, как бы у нас периодически там фирма куда-то ездит, да, я никогда не езжу с фирмой. Я говорю, да, я, говорит, я не любитель жены ездить. А он говорит, жалко, я тебя искал. Я говорю, ну, что поделаешь? Ну, говорит, ну, фирма такие, мы прям друзья-друзья. И говорит, а как дочка? Говорит, служит? Я говорю, служит. И моя тоже служит. И мы так, всё, а как дочка служит? Служит, служит. И моя тоже. Ну, в общем, а потом мы с ним братьями стали. В общем, доченьки наши ушли в один день к Господу, рядом служили, и тоже сестричками стали девочки наши. Знаете, Павел пишет Коринфянам 2.14. «Но благодарение Богу, который всегда даёт нам торжествовать во Христе и благоухание, познавшим о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих». Знаете, я даже ехал в автобусе, а я ехал сзади, а где-то в середине или спереди зашла девушка. В общем, а у неё с парфюмом сильно переборщило. Я потом домой пришёл, у меня такая жена говорит, «А что тебе женскими духами пахнет?» Я думаю, это у всех мужчин. В автобусе был неприятный разговор потом с супругами. В общем, это, знаете, смешной пример, но, в принципе, на самом деле, мне кажется, это правильный пример, потому что это мы должны быть вот этой вот девушкой надушиной. Понимаете, мы получили от Господа что-то невероятно важное. Вот Его благодать, Его милость. И, вы знаете, мне кажется, что это вообще на самом деле очень трудная и практически невыполнимая задача, как и все задачи, которые не чувствуются. Мне кажется, что после общения с нами люди должны приходить домой, и их должны вот дома спрашивать, «А что вот с тобой такое? Что-то не такое сегодня. Что-то хорошее случилось?» Знаете, вот мне кажется, что мы должны… Я не знаю, как это назвать. Мы должны быть ангелами. Нет, не ангелами. Но мы должны быть немножко другими. Мы должны быть… Это, знаете, я уже говорил, у меня довольно сложный характер. Я уже рассказывал про наше общение с моим начальником. Я, в принципе, не единственный, с кем я спорю всегда. У меня сложный характер. Я вообще довольно такой, знаете, горделивый человек и довольно эгоистичный, в принципе, в своем. И я не люблю, знаете, вот это вот с микрофоном. Я, честно говоря, теряю два литра крови, честно говоря. Потому что, во-первых, мне это служит не на набору. Вы знаете, вот это вот, типа, «О, вот что-то хорошо пошло. О, типа, такое, это я, это я, да-да-да». Или, знаете, знакомый, а сразу там, «Я лучший», там, «О, товарищ директор пошел». Ну, в общем, это все развивается. В общем, поэтому, знаете, я… Это не то, что я принял для себя решение. Я просто, я в принципе в своем… Я люблю, знаете, вот я люблю, когда… Для меня вот то, что по-настоящему важно, чтобы людям после общения со мной становилось легче. Потому что я не шучу. Я, понимаешь, жизнь-то непростая. А иногда она вообще непростая, очень сильно непростая. И если кому-то я смог ее чуть-чуть облегчить, это значит, знаете, я не зря топчу землю. Потому что неважно где. Вот, знаете, это вот смысл моего существования. Знаете, сделать немножко легче, чтобы было легче дышать. Чтобы было легче дышать людям. Мне кажется, что ничего важнее этого вообще нет. Мы как-то боремся за справедливость, за чистоту, за праведность, особенно чужую. А так мало приносим радости. И, знаете, вот этот аромат доброты, любви. Знаете, была такая хорошая песня в советском мультфильме. Хорошо ходить по свету с карамелькой, за щекой. А еще одно для друга. Взять в кармашек про запас. Потому что, потому что всех важнее и дороже. Всех доверчивее и строже в этом мире. Доброта. Знаете, хорошо сказано. Все доверчивее и строже, потому что мне кажется, что это характер Ишуа. Доверчивее и строгее. Доверчивее, потому что он в нас верит. Хотя мы делаем все это осовище, чтобы он в нас не верил. Но он почему-то в нас верит. А строгий, когда мы не любим. Когда мы пахнем не им. Когда мы пахнем не любовью. Вот эгоизмом пахнет. Вы никогда не обращались, что если человек плохо пахнет, вам совершенно неинтересно, что он вам говорит. Даже если он говорит невероятно мудрые вещи, вам хочется, чтобы этот разговор поскорее закончился. Потому что запах – это все. Приятное благоухание Господу. Вот этот вот запах любви. Знаете, без любви все бессмысленно. А с любовью все приобретает смысл. Веса настает. Новая надежда. Любите. Прощайте. Помогайте. Получайте прощение. Просите прощения. Ведь получить прощение – это благословение. Это самое главное в жизни – получить прощение. И простить. Я вас очень люблю, дорогие. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует...